Билет в мир науки и больших открытий ученики 102-го губернаторского лицея в Заволжье получают, едва переступив порог школы. Современный класс, адресный подход, технологичное оборудование помогают раскрыть потенциал ребенка. Образовательный процесс дополняют обновленные гаджеты. К примеру, цифровыми лабораториями оснащены кабинеты биологии, химии и физики. И у нас дети, начиная с 7-го класса, уже могут проводить сначала вместе со мной, потом уже самостоятельно такие исследования, как электроэнцефалограмма, изучение работы сердца, проведение электрокардиограммы. Такая модель системы образования – первый кирпич в фундаменте будущей карьеры ребенка. Определиться с профессией легко, когда есть выбор сфер для развития. Одна из самых востребованных – авиастроительная. Лицей участвует в федеральной программе по открытию и функционированию инженерных классов под началом флагманского вуза Московского авиастроительного института. Это классы, в которых есть некоторые особенности в учебном плане. То есть у них большее количество часов математики, информатика. В 10-11 классах это обязательно инженерная графика. Ну и в рамках занятий доп. образования – это для 5-6 классов – это моя первая авиамодель. И для 10-11 классов – это беспилотные летательные аппараты. Возможности лицея оценил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам сделал акцент на дальнейшем маршруте учеников. Какие специальности они выбирают, где проходят практики и смогут ли в полную силу работать на заводах. Вопросов много. Важно не оторваться от реальности. Виртуальная реальность – она хороша, хотя при ней слово. Слово сочетание – нормальная реальность. Поэтому важно сегодня не заблудиться, не оторваться от реальности, которая существует непосредственно в производстве, на авиационном предприятии, на вашем уазе. А реальность такова. Кадры готовят на площадках ведущих вузов региона. Будущих специалистов учат работать эффективно. Направляют проходить практику на производство и градообразующие предприятия. На выходе работодатель получает компетентных сотрудников – двигателей прогресса. Как раз они и формируют технологический суверенитет страны, берут курс на импортозамещение. Одна из разработок в этом направлении принадлежит компании «Промтех Ульяновск». Она выступает резидентом портовой особой экономической зоны. Здесь презентовали новые кресла для воздушных судов. Уникальность заключается в том, что в настоящее время на все типы воздушных судов устанавливаются кресла импортного производства. Компания же «Промтех» разработала конструкцию, документацию на эти кресла. И сделала портотип и сейчас поставляет для нужд авиапрома эту продукцию. Разработку Владимир Кашин оценил. Отметил, нужно двигаться дальше. Кроме того, ознакомился и с другой продукцией, авторами которыми выступили резиденты портовой особой экономической зоны. Ее представили в формате выставки. Александра Никитина и Бахтияр Салтанов. Управда. ТВ.